Я приветствую наших зрителей. Вести утро. Россия 1 продолжает вещание. В районном доме культуры Аула Хабес прошел вечер памяти, посвященный человеку мира. Ученому, писателю, музыканту, режиссеру, сценаристу, продюсеру и драматургу Мухаддину Кандуру. На встречу были приглашены его близкие родственники из Кабардино-Балкарии, жители гостей Хабесского района. Выступающие ближе познакомили присутствующих с интересными сведениями из биографии и творческой жизни многогранной личности. Его творческое наследие – это бесценный вклад в культуру и историю адыгов. Потомки черкесских мухаджиров известен всему миру своими работами, в кинематографии, научными исследованиями, музыкальными произведениями. Подрастающему поколению нужно донести любовь к родине, которую он испытывал. Это не просто ностальгия по родине, потому что он же здесь не родился, здесь жили только его предки. Но даже при этом он испытывал огромную любовь к своей родине, к своей малой родине. Старался бывать здесь часто. Может быть, этому сопутствовало еще то, что у него и супруга была из Кабардино-Балкарии, так же, как и он сам, как и его предки. Поэтому вот этот тандем Любови Балаговой с Мухаддином Кондором сыграл свою роль во всем мире. Не просто вот в адыгском мире, да, адыгская диаспора. Нет, во всем мире вот этот тандем сыграл огромную роль. У него есть замечательный фильм «Черкес», презентация которого у нас проходила. У него есть замечательный роман «Кабардин» про адыгскую, про черкесскую лошадь. Ну, вот адыга Хабза, которую он пытался нести, даже находясь в Англии, в Америке, он во многих странах побывал. И вот эта Хабза, вот наши традиции, обычаи, которые он пытался нести, донести до тех людей, среди которых он находился, наверное, сыграли свою роль. И во многом благодаря ему про адыгов, про черкесов в мире знают очень много. Вот благодаря его романам, его кинопостановкам. В Домбае прошло соревнование по горнолыжному спорту, посвященное 61-й годовщине органов предварительного следствия МВД России. В открытом первенстве приняли участие юноши и девушки из Карачаева, Черкесии и Кабардино-Балкарии. В первый день юные спортсмены состязались в дисциплине с лалом-гигант, а во второй – с лалом. Для проведения первенства был выбран склон Домбай на высоте 2500 метров. Трассы подготовили в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта и снауборда. По итогам с лалом-гиганта в возрастной группе до 14 лет победу одержали среди девушек Альмия Иссыкуева, среди юношев Амерлана Гбаев. До 16 лет в этой же дисциплине лучшие результаты показали Амина Байрамукова и Али Кипкеев. Все победители из Тиберды. А с лалами до 14 лет лучшими стали Алия Узденова, Амерлана Гбаев, а до 16 лет Амина Байрамукова и Абуба Кирыбалаев. Победители и призеров из каждой дисциплины наградили грамотными медалями от имени министра внутренних дел по Карачаевой Черкесии Владимира Нефедова, главному организатору соревнований, руководителю Республиканской спортивной школы по зимним видам спорта Расула Байханову, тренером команды и судьям вручили благодарности за пропаганду спорта и здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и создание положительного образа сотрудников органов внутренних дел России. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на абазинском языке». Я с вами прощаюсь, желаю всем везения. В заключении расскажу, какая будет погода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. В горах плюс 4, плюс 9. Днём плюс 28, плюс 33. И местами плюс 18, плюс 23 градуса. В Черкесии без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днём плюс 31, плюс 33 градуса.